Трудные места писания с библейским порталом Экзегет, книга притчей, 24 глава, 11 стих. Я прочитаю перевод, который подготовлен российским библейским обществом с моим участием. «Воручай ведомых на смерть. Избавишь ли обреченных на гибель?» Вот один из тех стихов, их немало в книгах Премудрости, которые можно понять в двух прямо противоположных смыслах. «Воручай ведомых на смерть». А как их выручишь? И можно понять это так. «Избавишь ли обреченных на гибель?» Все, их повели казнить. «Царь повелел голубы им отрубить, допустим». Что ты можешь сделать? Да ничего. И тогда такой диалог. «Воручай ведомых на смерть. Ага, и что, и как я смогу?» Мне очень нравится такое понимание. Другое понимание гораздо больше мне нравится. «Воручай ведомых на смерть. Избавишь ли обреченных на погибель?» Обращение одного человека к другому. «Избавишь ли ты их?» И, слушайте, есть тысячи причин сказать, да нет, конечно, не избавлю. Что я могу? Их приговорили. Их вон воины ведут казнить. А я-то что? И этот мудрец, а ведь это все наставление мудреца к какому-то юному своему сыну или просто юному человеку, который еще не очень разобрался в жизни и нуждается в наставлениях, это не призыв. Вот есть куча призывов в этой книге. «Делай так, делай так, не делай так, и так тоже не делай». А это вопрос, сможешь ли ты их избавить. И понятно, что ответ каждый дает сам. Я не могу, допустим, у меня нет ресурсов, возможностей, обстановка не та. Вот не в мою пользу это все складывается. А кто-то, может быть, ответит, да, я могу, и я это сделаю. Я сделал то, что я мог в этой ситуации. Вот неизвестно. Мне кажется, это очень интересное место, где ответственность оставляется на человеке. Вот во время Второй мировой войны, когда войска союзников вторглись на территорию Германии, советские, американские, английские и некоторые другие, то занимали, допустим, какую-то местность, где был концлагерь, рядом был городок или поселок, где жили люди, ну, совершенно вот не замечавшие того, что творится в этом концлагере. Могли ли они спасти этих обреченных? Ну, наверное, вот взять и спасти не могли. Могли ли они хотя бы попытаться? Наверное, иногда могли. Могли ли они хотя бы заметить то, что происходит? Вот нет общего правила. А нельзя сказать людям, у которых концлагерь под боком, немедленно поднимите восстание, возьмите штурмом концлагерь. Они безоружны, они не приспособлены к штурму концлагеря, да? Невозможно им сказать, ну, хотя бы там, я не знаю, плюньте в лицо охранникам, которые издеваются и убивают мирных жителей. Тоже не все это могут сделать и не все могут разобраться. Но задать вопрос, отвечаешь ли ты за тех, кого убивают рядом с тобой, кого ведут на смерть? Вот задать этот вопрос они себе могли. Мне кажется, это удивительно интересный пример, когда Библия не диктует, как поступить, но она говорит, смотри, что происходит. Можешь ли ты каким-то образом изменить происходящее? Это тебе и решать. Это исходя из твоей ситуации, потому что, ну, нет общих правил, потому что ситуации очень разные на самом деле. Но задумайся об этом. Можешь ли ты избавить обреченных на гибель? Вопрос твой, вопрос твоей совести. Ответ потом придется когда-нибудь дать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись. И поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!